Появление новых республик. 24-й год. Туркмения и Узбекистан. 31-й год. Таджикистан. 36-й год. Киргизия и Казахстан. 36-й год. Разделение Закавказской Федерации на три республики. 40-й год. Образование Карело-Финской СССР. Латвия, Литва, Эстония и Молдавия. 7-й римская. Значение образования СССР. Основные противоречия государственно-политической конструкции СССР. Значит, записываем восстановление государства в новой форме. Укрепление геополитического положения. То есть, если бы вот этого не произошло, эти народы были бы сожраны. Например, кто сейчас командует Центральной Азией? Кто туда пришел? При том, что мы там присутствуем, тем не менее. Ну, не совсем. Ну, в Киргизии турки и китайцы. Китай в значительной степени. Китай. Кроме того, помимо... Просто пришли транснациональные корпорации. То есть, по сути дела, образование СССР на 70 лет создало щит вокруг многих народов, бывших Российской империи. Кто знает, кстати, если взять, например, нынешнюю Латвию, насколько там население сократилось не потому, что народ переумирал, а просто те, кто может, уехали. Остались пенсионеры, остались те, кто не... 40% уехали по официальным. И в этом, в принципе, сейчас ведь вы знаете, что Германия, например, давит на, так сказать, прибалтийские страны эти, чтобы они расселили у себя мигрантов, которые побежали с Ближнего Востока. Пока речь идет о небольшом количестве людей, но Прибалтика не хочет их. А им объясняют, не возьмете мигрантов, будет плохо. То есть, когда-то в Прибалтийских республиках появился такой термин «негр». Негр – это значит негражданин. Это так они русских называли. Но вот теперь у них другая перспектива. К ним придут настоящие негры. И пусть они попробуют продемонстрировать какую-нибудь расовую нетолерантность. За любую нетолеранстию к ним, сказать, Евросоюз отнесется очень-очень жестко. Второе радкое – тенденция к выравниванию уровня социально-экономического развития республик и областей. То есть, официальный курс советского правительства был выравнивание уровней развития. В каждой республике была своя коммунистическая партия. А кто мне скажет, в какой республике Советского Союза не было своей коммунистической партии? В РСФСР. А как думаете, а почему? Почему везде была? В Армении, в Тергизии, в Украине была? А в РСФСР не было коммунистической партии. В России союзная. Потому что КПСС предполагался, что это одновременно и российская, и общесоюзная. Но кроме того, власть очень боялась российского, русского национализма. Они боялись, что он может разрушить Советский Союз. А кто знает, тогда как появилась КПР, коммунистическая партия России? В 2003 году. Нет, не в 93-м году. В последний распад. Перед распадом, буквально за год, в 90-м году. И это был, кстати, один из симптомов распада. Значит, тенденция к выравниву и уровню социально-экономического развития республики и областей – развитие национальных форм, в скобочках, язык, школа, культура. Вообще, вы знаете, что у нас официальная доктрина была? Пролетарский интернационализм. Но в то же время он реализовывался по-разному. В Российской Федерации, с одной стороны, и Белоруссии, и во всех других республиках, включая Украину. Вообще, в 20-х годах большевики провели вообще украинизацию Украины. Ведь, знаете, большевики отдали Украине Донбасс и Харьков. Сделано это было вот почему. Украина, в юг, то есть, в Казахстане, в Днепр, ну, это полная деревня. А нужно было, чтобы Украина стала промышленно-пролетарским районом. Им отдали Донбасс и Харьков. И то, что им раньше никогда не принадлежало. И сделан был курс, вообще, был взят курс на украинизацию. То есть, задача. Большевики считали, что нужно создать национальную интеллигенцию, национальные кадры во всех республиках. Но в РСФСР не надо было создавать, там уже было. И в результате получилось, что вот эта доктрина, что есть новая историческая общность, советский народ, она реализовывалась активно в РСФСР и в Белоруссии, а в других республиках развивался скрытый в форме национализм, включая и Украину тоже. И вот это выстрелило потом, уже в 70-е годы это выстрелило. Ну и еще сегодня это выстрелило в 80-е годы. Например, если брать ту же Украину, то, например, по такой элементарной вещи. Вот вы знаете, сейчас идет противостояние Донецк-Киев. Но это противостояние имело место еще в советское время, это было противостояние Донецкой партийной организации и Киевской партийной организации, как отражающих этот вот промышленный район, а Киев представлял, так сказать, всю остальную Украину. Причем доходило до смешного, это проявлялось даже в футболе. В 68-м году украинские команды высшей лиги договорились, что играют с Динамо Киев, Динамо Киев главная команда, значит, играем так, Черноморец, Одесский, Метанист, Харьков, Карпаты, Шахтер в стороне. Вот эти команды договорились так, на своем поле мы играем с киевлянами в ничью, а на Киеве, естественно, мы уступаем. То есть Динамо Киев имело по три очка из четырех со встречи с украинскими командами, со всеми, кроме одной. Шахтер Донецк сказал, а вот нет, а вот хрен вам, а вот не будет. Иногда им приходилось идти на встречу, но Шахтер очень жестко стоял в этом отношении, на том, что мы вот сами с усами. И, кстати, был довольно успешной командой. Хотя и не такой, как Динамо Киев, на которую работала действительно вся Украина. Потому что Динамо Киев, это, по сути, дело была сборная Украины. Сейчас вышла, кстати, очень интересная книга журналиста Федора Раззакова, которая называется «Лобановский против Бескова». Это история отношений Украины и РСФСР в советское время сквозь призму футбола. Я вообще очень рад, что такая книга появилась, потому что до этого я читал только одну такую книгу в английском языке, замечательная книга, называется «История Испании сквозь призму противостояния Реала и Барселоны». Вот так. Книга, книга крутая совершенно. Но вы знаете, что Барселона – это Каталония, которая себя не считает Испанией, и их противостояние с Реалом, это противостояние Каталонии. Но вот здесь то же самое. Спартак – Бескова, Москва, Единого Киев, Украина – Лобановского. Я вам очень рекомендую посмотреть этот книг, он и везде сейчас подается. А можно еще раз перезаправить? Федор Раззаков. Я вообще вам очень рекомендую прочесть, он написал три книги о Высоцком. Первая книга называется «Высоцкий и холодная война». Вторая книга называется «Высоцкий, темная сторона биография». А последняя книга называется «Высоцкий агент КГБ». И Никита Высоцкий подал Раззакова в суд. И формально он суд выиграл, и я думаю, что просто Раззаков сейчас напишет книгу «Высоцкий агент влияния». Книга потрясающе интересная. Ну, Раззаков – это очень интересный журналист, я обращаю ваше внимание, у него книг 40. Есть проходные книги, там, скажем, биография Пугачева, биография Андрея Миронова, но у него есть несколько книг совершенно потрясающих. Темный, Макаревич, темная сторона биографии. Двухтонник великолепный – «История гибели советского кино». Это как в советском кино шла идеологическая борьба между либералами и державниками с самого начала. Ну, а про Высоцкого вообще просто это детектив книги. Очень рекомендую.